Ну, как они прыгают внутрь, возьмутся. Так. Так. Вот сам видишь, какие результаты. Вот эта светлая область надо играть. Ясно, что техника трудоемкая. Ну, без больших затрат пруда ничего толкового не получится просто никогда. А уж в пушевом рисунке тем более. Вот на всех черепах всегда клык имеет достаточно крупную альвеолу. А это значит, что на поверхности черепа здесь выступ. И вот смотри, теневая полоска вот так, уходящая. И вот сюда, вот склонную дуку. Вот у тебя пока не получилась вот эта выступка ука. То есть ты вот так, сюда тень. И идешь, все получится. Продолжение следует... Добавляйте... Тbreathing. Продолжение следует... 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 А теперь будете пробовать самим делом в сторону. Смотрите, здесь я довел эту зону тени. До вашей вот этой линии, замокающей, и сделал плавный медленный переход. Давайте попробуйте вот эту часть. Сейчас очень аккуратно. Мы на той стадии, когда дальнейшая заполка может не улучшить, а желтая. Вот просто полный блаженец, корейная стеночка. Просто у тебя сразу начинается очень яркая полоса. Так. А там никакой начало. Здесь невызовообразно. Ну и, пожалуй, усилил бы эффект. Только ребра, для того, чтобы ребра лучше воспринималась, просто достаточно болтнув зону вот сюда приблизи. И ребра будет отказаться. Вот это не такое, если мне ребра. Вот это не такое, если мне ребра. Лебра очень хорошая. Так что если считали, что ребра дальше так и есть, то и нет, вы считаете, что и нет. Ну тогда посмотрим. А вот на этом участочке ребра тоже нет? Нет, там есть, но не много. А какого показать? Его вполне можно показать честно. Для правительства. Да ладно. Не убирайте уже остальные вещи. А просто добавить. Ну и вот, ну что, ребра. Вот так. Вот так. Мы теперь все убедились, что ничего невозможного, ничего фантастического в тушевых техниках нет. Ну скажите честно, когда я первый раз показывал вам тушевую работу ваших предшественников, вам приходило в голову, что вы так же будете рисовать? Нет. А посмотрите, что у вас получается. Не так же. Ну не так же. Так же ни у кого и никогда не бывает. Очень и очень неплохие результаты. Я бы так это делал назвал. Аппаратника размажешь. Ну нельзя стирать свежую душевую тушь. Ни в любом случае. Нельзя спешить слушать. Так. 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 А ты смотри. Вот самый вот этот кончик. Ну, во-первых, ты его делаешь совсем острым. Он острый или не острый? Ну, во-первых, так что вот здесь вот, конечно, надо запомнить. Вот здесь, на очень маленьком участке. Надо сделать поплотнее пачкование. Вот таким треугольничком. И у тебя сразу на плазничной поднимется. Вот смотри, на самом деле, когда работаешь с тушью, я всегда проверяю себя на нескольких расстояниях. Ну, смотри, как классно. Санкт-Петербург же так получится. Не верю. А получается? Не нужно. Только спешить мне надо. Не нужно. Не нужно. Я... Ребята, ну чего же вы... Такое ощущение, что я не вам говорю, а кому-то другому. Покажу, как это дело убирается. Покажи, каким ластиком. Ну, чего вы этим не делаете? Да нет, вы этим ластиком не сделаете. Завтра аккуратненько уберем. Так? Все. Да. Это просто лезвие. Аккуратненько. Только лучше будет сначала просто на кусочке бумаги. Просто поставить несколько кляксов. Дай им высохнуть. И потонируйся их срезать. Ну, потому что жалко будет взять и испортить такой рисунок. Вполне. Вполне.